добрый день 11 ноября новая опционная идея в ходе тестирования опционной змеи на первом счету втором третьем и четвертом можно сделать предварительные выводы что пропорционально опционная змея более эффективна по доходности на фьючерсах она более эффективна чем на акциях индексах теперь еще третий вывод ну или техник или модификации опционной змеи это собственно грея агрессивный вариант опционный змея когда не три страйка используются два то есть трейдер спред но так как его обычно ставят на рынке далеко вне рынка значит что он дает вот я сравнил фьючерсы первая цифра это такого радиоспреда далеко вне рынка или радиоспред на обочине и календарный не календарная опционная змея то есть по некоторым видно что явный перевес вот в том числе и по золоту в пользу вот этой новой техники в чем у нас стоит куплен опцион покупается далеко вне рынка для золота 1500 сейчас она 1400 основная идея при открытии не заработать сразу на вот этой шапке радиоспреда а быть дистанцироваться от рынка и контролировать риск в этой позиции так но годовая 140 он показывает при раскладе что здесь важно точка без убытка далеко дельта немножко положительная то есть в сторону риска если рынок идет то он немножко еще и зарабатывает а вот этот вот минус при покупке он как раз регулируется очень просто так как это обсуждалось опционной жмеей если рынок становится медвежий то есть идет наверх то тогда мы вот эту разбиваем ногу и один опцион переносим здесь остается минус 1 сюда и и дальше переносим такой вариант получается то есть точку без убытка начинаем отодвигать туда дальше она превращается в змею ну и так дальше пошло там даже простые можно процедуры по ролированию опцион если акция вот у меня конкретно 50 1650 на 1700 переносится если золото проходит 50 долларов то и опцион переносится на 50 долларов ну и так он идет на определенном расстоянии соответственно если акция золото идет вниз 1650 мы тогда сюда его переносим тогда превращается в такую опционную змею ну и то же самое начинает наступать да но тут таким образом то есть это зона приподнимается и какой-то доход нам он это гарантирует в данном случае минус двести три четыре при одного ролирования нам нужно может быть и второй и третий и так далее но такой принцип довольно простой при этом судя по цифрам во первых на индексе сантиме не значит значительно ниже ожидаема доходность потому что фондовый рынок он более спокойно чем отдельные фьючерсы вот кстати интересно сейчас паттера трежери по тридцатилеткам поскольку волатильность у них поднялась сантиме не ну или по-другому сантиме 500 волатильность довольно низко сейчас находится там нужна и улыбка волатильности что важнее уровень уровень волатильности по золоту она уже выше а по серебру так совсем выше то есть вот по золоту как бы и надо 25 пройти то есть сейчас еще наверное рановато вот по серебру так самый раз то есть тут уже под 40 волатильность и доходность такой сделки так вообще 380 может быть это как раз за счет того что очень далекие опционы которые продаются в данном случае а это используется опционная змея до здесь имелось ввиду вообще простой вариант очень далеко 30 например 5 кол а 35 кол покупается по марту 40 где она была на 40 долларах конца 70-х вот но поскольку мы ролирование делаем это вообще до 50 можно передвинуть то есть точка без убытка 44 98 если ролировать то за 50 за 55 ну соответственно если она начинает падать делаем то же самое такая идея то есть изначально эта позиция менее рискованная чем скажем опционная змея на рынке в силу того что она удаляет риск и точку без убытка значительно дальше и дельта гамма у нее похоже так меньше имеют значение то есть это очень важный момент потому что в этих позициях опционная змея самый уязвимый период это первый месяц здесь данном случае конечно надо просто масштаб растянуть чтобы понять что там происходит для месть на самом-то деле волатильность будет падать либо волатильный волатильность может расти если серебро будет двигаться вниз она упадет там на пять процентов то соответственно все начинает подниматься что тоже дело нужно для такой позиции ну такая вот идея значит по s&p ниже чем по товарным фьючерсам и по финансовым в том числе по драгметаллам вот по кукурузе например вот такие цифры тут опционная змея выше по сои будет еще лучше потому что там платильность выше все зависит от волатильность но судя по тому как она двигается соя волатильность явно должна быть еще выше то есть это не лучший момент хода по кукурузе там волатильность ну да хорошо бы конечно банан 40 или 45 было тогда общая композиция будет еще лучше по кофе там тоже хорошие а вот если смотреть такие данные по акциям то они тоже могут иметь более высокие показатели но там значительно скромнее там 50 процентов 60 годовых то есть это связано прежде всего с разной маржинальной политикой на одном рынке на фьючерсном и на фонду но такая идея пока спасибо